Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов смотрите в нашем выпуске. Мурат Аргунов возглавил правительство Карачаева-Черкесии. Сегодня на сессии Народного Собрания утвердили кандидатуру премьер-министра. Аладинаева продолжает знакомить с живописными местами Карачаева-Черкесии. На этот раз в объективе телекамеры Блаженное озеро Хурлакёль. В семье единой в картинной галерее Черкеска проходит выставка художников-юбиляров 40 творческих работ, посвященной красоте и богатству хроного края. Кто больше всех забил мячей ворота соперника, в Черкесске завершился межведомственный чемпионат по футболу. Сегодня состоялась внеочередная 28-я сессия Народного Собрания Республики 6-го созыва. На ней говорили о даче согласия главе Карачаева-Черкесии на назначение на должность председателя правительства республики. Единогласным решением депутатов парламента республики кандидатура Мурата Аргунова утверждена на пост премьер-министра Карачаева-Черкесии. Он, в свою очередь, пообещал работать четко и эффективно в тесном взаимодействии с депутатским корпусом республики. Своевременно и качественно выполнять поставленные цели, приступить к реализации тех задач, что поставлены главой республики. На протяжении уже долгих лет с каждым из вас, со многими, занимаемся развитием нашей республики. Я хотел бы вас всех за это поблагодарить. Хотел бы поблагодарить руководителей и правоохранительных органов, глав городов, районов. И в соответствии с конституцией Карачаева-Черкесской республики, Александр Игоревич, уважаемые депутаты, хотелось, чтобы вы поддержали кандидатуру Аргунова-Мурата Олеговича на назначение председателем правительства Карачаева-Черкесской республики. Хочу поблагодарить вас, Рашид Борисович, за оказанное доверие и внесение моей кандидатуры на должность председателя правительства для рассмотрения депутатами Народного собрания парламента Карачаева-Черкесской республики. Уважаемый Александр Игоревич, уважаемые депутаты, хочу поблагодарить вас за то, что вы поддержали мою кандидатуру. Сегодня во фракциях мы обсудили с вами первоочередные задачи, которые стоят перед правительством. Безусловно, своевременное и качественное выполнение этих задач зависит от тесного взаимодействия депутатского корпуса и правительства региона. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общая количество заболевших в республике составило 25 098 человек. Из них 22 392 выздоровели, 687 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии облачно, дождь в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом, ночью и утром туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 4-9, в горах минус 1 плюс 4, а днем 10-15 выше нуля, и в горах местами до плюс 9. В Черкесске временами дождь, ночью и утром туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Информация на сайте циркусдефискисловодск.ру, касса 2-96-58. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас! Продолжаем выпуск. Украшение Карачаева Черкесии – прекрасное озеро Хурлакёль. Название в переводе с карачаевского означает «блаженное озеро». Природа в ее окрестностях схожа с предгорными районами швейцарских Альп и шотландскими пейзажами. И есть здесь естественный памятник природы депортации карачаевского народа, так как окружающая среда отозвалась на те трагические события, существует и легенда о Хурлакёль. Продолжает нас знакомить с красотами Кавказа вместе с русским географическим обществом Алла Динаева. И вот ее живописный репортаж. Много озер в Карачае. Хурлакёль – самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядятся в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни, а по вечерам, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему. Высокие звезды качаются на прозрачных его волнах, и густой камыш, задумчиво вздрагивая, нашептывает в воде древние предания мудрых нартов. Эту легенду о молодом пастухе Аймуши, который на берегу Хурла озера выбрал стойбище для своей атары, читали и слышали многие. А геоэкологические и рекреационные особенности озера изучили в ходе экспедиции сотрудники Качего имени Умара Алиева еще в 2012 году. Около недели они жили на берегу Хурлакёль. Заведующий кафедрой экологии и природопользования географического факультета Вячеслав Анищенко рассказывает, что при измерении лесного массива их привлекла однородность древостоя, которому порядка 70 лет. Животноводы покинули эти места в период депортации. И сосна где-то лет 10-15 развивалась без нарушений, не вытаптывалась котом, и в результате лес сомкнулся. И это естественный памятник природы, памятник тем печальным событиям, которые происходили 70 лет назад. Вот этот одновозрастный лес. Если сейчас там осуществить уход за этим лесом, то можно создать уникальный ландшафт, повысить продуктивность этого леса, его эстетическую значимость. И он уже приобретает свой сакральный характер. Это озеро такого сакрального характера. Если бы местные органы власти обратили внимание на этот памятник природы и разработали контролируемые маршруты, чтобы люди могли посещать это место и приносить дань памяти печальным событиям 43-го года. Ведь Хурлакюль нуждается в охране и в доступности, говорит Вячеслав Анищенко. Это Министерство экологии и природных ресурсов, это Росприроднадзор должны тоже самоосуществлять контроль за охраной этого. А Управление лесного хозяйства, они должны грамотно провести уход. Мы бы могли и принять участие, чтобы сформировать именно такой лес ажурной, кроной, доступный, с местами отдыха, с местами прогулок вокруг озера. И вот этот лес, сосняк, на высоте 2100 метров, это верхняя граница леса фактически. Она бы была, конечно, уникальным памятником бережного отношения местных людей к этим местам. У нас в республике природа создала прекрасное место, как Линдуловская роща в Ленинграде, говорит Вячеслав Валентинович. Переходная зона от Субальпика к Альпийской зоне – это уникальное явление. Таких мест у нас, пожалуй, больше и не трудно назвать. Живописнейшее озеро Хурлак-Кёль расположено на высоте 2080 метров над уровнем моря. Восемь лет назад, когда участники экспедиции детально обследовали озеро и окрестные места, сканировали дно эхолотом и провели химический анализ по 23 показателям, выяснилось, что максимальная глубина – 8 метров, протяженность – порядка 300, а ширина – 170-180 метров. Общая площадь озера – 4 гектара. По химическому составу это исключительно чистая пресная вода. А начало дороги на Хурлак-Кёль начинается в Кубанском ущелье у слияния разноцветных вод двух рек Кубани и Худес. А получилось это интересное природное явление из-за того, что Кубань берет свое начало с литников Эльбруса и имеет каменистое дно. Ее вода в отсутствие дождей прозрачная с зелено-голубым оттенком. А река Худес имеет глинистые почвы и берет начало вдали от литников. И поэтому имеет черный, а то и бурый цвет. А место их встречи, конечно, впечатляет. И преодолев мост через Кубань, попадаешь в ущелье Худес. Далее проезжаешь каменные ворота, так называемые царские. Некогда это была огромная песчаная скала, которую взорвали геологи, чтобы освободить проезд. А после созерцаешь всевозможные ландшафты из лиственных лесов, которые сменяются полянами, пастбищами. И попадаешь к прекрасному озеру, которое напоминает чашу внутри лесного обрамления. Хурлак-Кюль имеет статус особо охраняемой природной территории и называется Патриархом среди озер, поскольку в акватории водоема и вокруг него сохранились реликтовые растения древнелетниковой эпохи и живописные уголки дикой природы. Здесь открываются туристам удивительные пейзажи, которые погружают в сказочный и необыкновенный красотый мир под названием Хурлак-Кюль. Аладинаева Али Бастанов, Рашид Токов, Вести, Карачево-Черкесия. В картинной галерее Черкесской открылась выставка художников-юбиляров в семье единой, что символизирует братство народов, республики и любовь к родному краю. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Выставка началась с того, что вспомнили и почтили память Мусы Абайханова, который ушел из жизни в этом году, но оставил после себя бесценный след, то есть свои прекрасные работы. Мусе Халитовичу исполнилось бы 80 лет. В церемонии открытия выставки приняли участие другие юбиляры. Заслуженный художник республики Зоя Киблахова, член Союза художников России Магомед Бастанов, Азрет Хубиев, Елена Кордюкова, Казбек Аков. Собрались живописцы, друзья и коллеги. Художники-юбиляры были награждены поздравительными письмами. Присутствующих поздравили министр культуры Зурапа Гербов и директор музея-заповедника Хаджимурат Ильканов и сказали об огромной значимости творческих работ авторов. За каждой картиной история, за каждой картиной пережитые чувства. Где-то этой эмоции пропущены через себя, через семью, где-то это услышанный рассказ, где-то это пейзаж нашей родной республики. Очень бы хотелось, чтобы молодое поколение, которое сейчас очень глубоко уходит в интернет, в социальные сети, и из-за этого они очень поверхностные. На самом деле в интернете невозможно ни в одну тему, ни в одно направление погрузиться так, как мы выучились, как мы привыкли тоже в свое время. Поэтому, я думаю, нам сейчас очень важно придумать новые форматы такой работы и художников, и мастеров, которые бы привлекал молодежь. Мы всегда рады видеть вас, ваши работы. Они украшают нашу картинную галилею. И ваши работы, опять же, напоминают нам, что в такой многонациональной республике мы живем, как много народов, как много историй переплетено у нас на территории Карачао-Черкесии. В экспозиции представлена живопись, пейзажи, портреты, абстракция. Более 40 работ художников. В такую хмурую осеннюю погоду работы греют взор и вдохновляют зрителей. Пейзажи картину носят туда, где отдыхает душа, а тело наполняется мотивами для новых свершений. Пусть красота природы, красота людей продолжится и дальше, чтобы люди могли видеть здесь красоту. Рисую, сколько я себя помню. С самого детства рисовала и так же. И куклы делала сама, и их одевала. Чтобы наше искусство ценилось, чтобы так же продолжали работать. Желающие увидеть все своими глазами смогут это сделать до 10 октября. Именно столько продлится выставка. Собравшимся еще раз напомнили, что с этого года у жителей страны в возрасте от 14 до 22 лет есть возможность посещать культурные мероприятия бесплатно по пушкинской карте. Завершился межведомственный чемпионат по футболу, который проходил на запасном поле стадиона «Нарт». Мероприятие проводилось в рамках спартакиады регионального спортивного общества «Динамо» на 2021 год. В соревнованиях приняли участие 7 команд из подразделений ОВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФСИН, службы судебных приставов и пограничного управления. Финальная игра состоялась между командами МВД и пограничного управления. По итогам двух таймов победила команда погрануправления со счетом 0-1. Серебряным призером стала команда МВД. Футболисты из ФСИН выиграли бронзу у команды судебных приставов по результатам серии пенальти. Кроме того, по итогам чемпионата были определены лучшие игроки. Защитник – игрок команды судебных приставов, нападающий игрок команды МВД, вратарь из команды ФСИН, а лучший бомбардир из команды погрануправления. На церемонии награждения победителям и призерам вручены кубки, медали и грамоты. Первый заместитель председателя Республиканского совета «Динамо» Михаил Паныч поблагодарил спортсменов за участие, пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Это все вести, а прямо сейчас продолжение сериала «Подражатель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова